Друзья, привет! Рад вас видеть. Новый выпуск Headliner. И сегодня мы говорим про криптовалютные опционы. Наконец-то я в США. И наконец-то можно разобрать тему с опционами, которая вообще никак не освещается. Но то, что я еще год назад услышал на Wall Street, что в той или иной степени за этим будущее. Вот сегодня разбираемся. Эмиль, привет. Приветствую. Как заработать на опционах? Потому что все лудоман. Всем достаточно фьючерс. Конечно. Им не нужно разбираться в сложных схемах. Для чего ты используешь опционы сегодня? Это и создаст сейчас окно. Тоже в определенных возможностях. Как для арбитража, так и для каких-то обычных финансовых схем. Опционы как-то помогают в движении цены? Очень много людей теряет, вот так, начиная разбираться в опционах, теряет именно таким образом. Что позволяет опционы повысить доходность или понизить риск? Хочу разобрать тему с GameStop. GameStop легендарная история, четко показывающая, как вообще отработали опционы на рынке. Можешь что-то чуть-чуть пояснить по этому вопросу? Ну, на самом деле, ситуация с GameStop показывает, насколько такой инструмент, как опцион, может быть не только положительным на рынке, но и отрицательным каким-то инструментом в чьих-то руках. На самом деле, здесь все зависит от того, за кого болеть. В текущей ситуации ритейл просто показал, что он на самом деле многое на что способен. Очень хорошо сыграл свою роль непосредственно родоначальника The Wall Street Beat и всего этого движения. Но он повел за собой определенное количество людей, которые на конкретном примере видели ситуацию, которая разворачивается. И на самом деле это была не какая-то просто тупая pump-and-dump схема, как... Ну, как чаще всего, в крипте, там изначально в 16-17 году ежедневно выходили проекты, которые это делали. Здесь нет. Он логически просто изучил информацию, открытую, всем доступную. Он увидел, что все фонды с Wall Street слишком обнаглевше ставят как бы на крах компании, грубо говоря, даже помогая ей в обстоятельствах рыночных, определенных, экономических, прям потушиться. Он увидел, что несоразмерно количество акций, которые шортят вообще к открытому, условно, там, интересу и к тому, что происходит в тот момент на рынке. Слушай, вот, знаете, я хочу такой кейс сказать. Большинство людей соревновал сериал «Миллиарды» и помнят еще серию, наверное, с первого сезона, где было сказано, что шортить-то как бы-то и невыгодно, что тебя могут выдавить из шорта. Опционы как-то помогают в движении цены, вообще не могут как-то контролировать на то, чтобы... Или они тебе помогают, наоборот, хеджировать риски? Опять же, зависит от твоих интересов, от твоего риска профиля, то, что ты можешь. Но в целом, если мы говорим про то, что из себя опционы представляют исторически на финансовых рынках, это некий краеугольный камень хеджирования. Давай поговорим, что такое хеджирование. Хеджирование – это когда ты хочешь ограничить потенциальные риски в той или иной финансовой сделке. Это может быть что угодно. Изначально это все появилось-то там, грубо говоря, из-за того, что пока рыба... У меня сейчас очень условный пример. Опционы там первые появились из-за того, что там пока рыба дойдет, через солнце, через грязь, она вся испортится, и торговцы как бы... Они хотели подстраховаться. Рыбой, да, они как бы некий такой страховочный механизм для них придумали, и они благодаря опционам могли себя страховать от того, что, ну, может, по дороге, я не знаю, перекроют дорогу, и рыба протухнет, пока это все... Слушай, это реально получилось все с рыбы? Потому что обычно все приводят примерно нефть, я первый раз слышу примерно... Не, это точно было раньше нефти. Опционы появились точно раньше нефти, как некое экономическое явление, скажем так. Просто, естественно, нефть и фундаментальные там активы, как золото, серебро, стали, наверное, первой такой масштабной реально проверкой на работу опционов в формате международного какого-то механизма, который там условно пока открыт японский рынок, там, произошло... Ну, короче, сам понимаешь, примерно то же самое, что происходит с криптовалютами там на данный момент, и возможности, которые как раз откроются для рынка, ключе, условно, ETF на биток, и ключе того, что там торги ограничены, а там, условно, наши биржи, там, все остальные, и самая большая по опционам на криптовалют, она работает круглосуточно. Собственно, это и создаст сейчас окно, тоже в определенных возможностях, как для арбитража, так и для каких-то обычных финансовых схем. А давай так, а какая самая большая биржа опционная? Опционная, дирибит. Дирибит. А американские большие деньги уже начали использовать дирибит для хеджирования разрыва на выходного дня между пятницей и понедельником? Я могу тебе точно одну вещь сказать, что любой нормальный, скажем так, трейдинг-деск, который имеет сумму больше пары десятков миллионов, даже если он американский, полностью комплайенс, он пытается тем или иным способом использовать дирибит. За счет этого дирибит и держит уже, ну, сколько лет, 90% рынка. Это сейчас, последний год, и Акекс, и Байбит, они все пытаются чуть отъесть долю рынка и более локальные, скажем так, биржи. Но у них не получается, потому что у дирибита все игроки, которые на самом деле... Я только хотел спросить, что дирибит, получается, держит всех профессиональных игроков. Да, всех. То есть больше никто нигде не торгует. А об кого они закрываются? У меня, просто, был разговор на Уолл-Стрит с ребятами, и они говорят, главная проблема опциона, что нам нету ритейла, как бы. То есть или дирибит все-таки привлек достаточное количество ритейла. Очень редко, где можно услышать в русскоязычной среде о том, что кто-то как-то торгует опционами. Потому что все лудоман, всем достаточно фьючерс. Конечно. И им не нужно разбираться в сложных схемах, как что купить, что зашортить, стакан там, понимаешь, пуд, кол и так далее, и там подобные. Разные сроки, разные риски. Понимаешь, есть там риск временного распада, который... Зачем тебе заморачиваться об этом? Что такое риск временного распада в трейдинге? Опцион, когда покупаешь, например, вот сейчас ты хочешь сыграть ситуацию с выборами. Ты покупаешь там на 8 число, там, в день выборов, ты покупаешь опцион. Дирибит специально под это вывел отдельную дату. А когда будет 8 какого? 8 ноября. Так, будет выбор. 8 ноября, собственно, ты хочешь там захеджироваться на эту дату. Очень многие игроки используют конкретно дирибит. А что значит временной распад? Временной распад, короче, это коэффициент того, как стоимость твоего опциона зависит от времени, которое осталось до даты экспирации. Ты, например, купил на выборы на 8 ноября. Чем ближе к этой дате, тем этот опцион становится дешевле или дороже, независимо от базового актива. А в зависимости только от того, сколько времени. Понимаешь, осталось? Ну, то есть, я вот, например, сейчас куплю этот опцион, это еще полтора месяца. Мне продает его какой-то хедж-фонд, например, или маркет-мейкер. Он в премию опциона закладывает свои риски, потому что ему полтора месяца надо будет хеджировать тот опцион, который он мне продал. А как он будет его хеджировать? Ну, он будет уже своими там определенными, наработанными, понимаешь, десятками лет на стандартных финансовых рынках ETF. Сейчас как бы все трейк-дески более такие криптанские, с направлением, которые готовы к рискам, которые начали еще в 20-21, они уже все обкатали. Но реальный, грубо говоря, большой трейд-файб придет только с запуском реальных опционов. Прости, ничего не понимаю, что такое трейд-деск криптовый? Ну, например, давай возьмем пример Jump Crypto. Например, это трейд-дресс, в которой есть большая институциональная финансовая организация Jump. У них есть подразделение Jump Crypto. Большая часть их бизнеса, это в том числе хеджирование через опционы, продажи их и так далее. То есть это просто некая финансовая организация, у которой есть свое подразделение трейдинга, которая эти опционы, можно сказать, создает. Да, ну еще проще пойдем. Любой маркет-мейкер, с которым ты с криптой разговаривал, DWF, да, продают опционы. В любом случае. Как это вписывается в их общую риск-систему, это у каждого своя. Я сейчас не берусь это рассказывать, я не сильно финансовый эксперт с точки зрения моделирования и построения именно моделей, которые управляют твоим риск-профилем на больших суммах и на больших данных. Ну, я знаю, что 100% и Андрей Горачев, у них и GSR, это вообще топ, например. Ребята, которые еще в 2017 году, они просто поняли, что будет с криптой. Такие топ-финансисты, да, из традиционных. Пришли и решили просто все под копирку, все, что они делали там в традиционных рынках, просто все по пунктам сделали, начинают маркет-мейкинг, заканчивают продажи опционов и хеджирование. Ну и, собственно, они так и остаются тоже до сих пор, уже восьмой-девятый год топовым. Как заработать на опционах? Я вот когда изучал вопрос опционов где-то год назад, я почему-то тогда помню, у меня, знаешь, главная мысль, которая у меня осталась про опционы, что их выгоднее продавать, чем покупать. Что когда ты их продаешь, ты чуть ли не, образно говоря, там, математическое ожидание, ты в трех из четырех случаях чаще всего в профите. А когда ты покупаешь опционы, у тебя только там один вариант из четырех, когда ты в профите. Это вот такие, знаешь, обрывочные осколки, но это прям то, что я почему-то четко запомнил. Это так или нет? На самом деле это очень важный вопрос, с которым я вот, например, условно, целый день фильтрую чат дерибит русскоязычный. Это вот, например, один из самых часто задамаемых вопросов, когда ребята даже с кэшем туда приходят и начинают именно про продажу спрашивать. Я не знаю, как сложилось это мнение, что почему-то продажа опционов намного выгоднее. Наверное, это из рода как бы история от арбитражника, в которой, типа, знаешь, один процент в день, и там все будет. А когда долгосрочно смотришь, ты как бы можешь, на самом деле, если ты не строишь сложные конструкции, если ты не хеджируешь свои риски, там нет у тебя какой-то хотя бы модели, а ты просто в тупую, ну, вот решил, что биткоин завтра упадет, продам-ка я колы, да? И вот ты можешь вот так в течение года делать себе там по какому-то процентику, да, там в общей сложности, это может быть у тебя даже годовые 20-30 процентов. Но потом случается один день, когда твоя вот эта угадайка не угадывает, и ты улетаешь там от плюс полтора процента, за которыми ты охотился на свой большой депозит, ты можешь улететь, ну, будь здоров. И таких случаев уйма. И, естественно, очень много людей теряет, вот так, начиная разбираться в опционах, теряет именно таким образом. У нас сейчас интерн один 50 тысяч, вот так за лето, три месяца, как бы того, что проходил азы и пытался что-то торговать, вот так засадил 50 тысяч, что для него достаточно такая весомая сумма. Каждый из нас слышал выражение, что мы зарабатываем среднее от той суммы, сколько делают 10 человек вокруг нас. Предлагаю тебе прямо сейчас сделать суперкороткое упражнение на 2 минуты, подтверждающие эту гипотезу. Возьми айфон или листочек и выпиши имена первых 10 человек, с которыми ты общаешься чаще всего. Первыми, кто приходит в голову. Важный момент, жену или девушку мы исключаем из этого списка. После того, как ты выпишешь 10 имен, рядом с каждым, поставь примерную сумму, сколько этот человек зарабатывает. Как чувствуешь? Примерно. Потом сложи все эти суммы и подели на 10. Удивишься, но ты получишь сумму, примерную своего дохода. Прикол в том, что то же самое касается дохода от инвестиций. Один в один. Ты зарабатываешь на инвестициях, скорее всего, ровно столько же, сколько 10 человек, с которыми ты регулярно общаешься. Вот для чего нужен премиальный криптоклуб-хедлайнер. На последней нашей встрече в Москве я много общался с резидентами. И ты знаешь, нас уже более 100 человек. И три основных запроса, с которыми люди реально приходят в клуб, это инвестиции, коммуникация и общение с единомышленниками, и понимание крипторынка. Клуб-хедлайнеры — это близкий, ограниченный круг людей с суммарным капиталом более 250 миллионов долларов. Четверть миллиарда, только вдумайся. Объединенных идей разбогатеть не быстро, а разбогатеть навсегда. Будем реалистами. Люди делятся на два типа. Те, кто собираются что-то сделать, и те, кто берут и делают. Я верю, что ты сделал упражнение, о котором я только что говорил. А если нет, давай попробуем еще раз. Давай я помогу тебе поставить видео на паузу. Красавчик! Подать заявку на вступление в клуб можно по ссылке в описании. Расскажи в двух словах, что ты делаешь в Америке, чем ты занимаешься? И вообще какое ты отношение имеешь к опциону? В Америку я переехал в 21-м году. Здесь, на самом деле, достаточно много разных причин. Самое основное, то что я в России пожил, поработал, определенных успехов добился. Было интересно двинуться дальше, попробовать... Пройденный уровень. Да, условно пройденный уровень. Плюс я женился, моя жена тоже гражданка США, и мы вот решили попробовать как бы здесь построить свое счастье. Как я пришел к опционам, здесь, на самом деле, немножко надо вернуться назад. Очень коротко, я работал в венчурном фонде Russian Ventures. Пришел туда на втором курсе. Даже до 2016 года я работал там. Пришел интерном и шел как бы по карьерной лестнице, был управляющим одного проекта, и затем чем-то вроде инвестиционного менеджера. В рамках вот этой моей последней должности инвестиционного менеджера мы мониторили рынок, искали, скажем так, для начальства проекты для инвестиций. В конце 2015 года плотно пошла первые какие-то зародыши по крипте, более такие серьезные. Поскольку мой бывший начальник, с кем я работал, он уже был к тому моменту холдером, Евгений Гордеев. Он много нам рассказывал на работе. Ну и, собственно, мы начали глубже копать в этом направлении. Я как раз примерно в это время вышел там из одного бизнеса с партнерами. У нас был сладостями занимались. Орио РФ. Был такой домен. Даже самая выгодная моя инвестиция в жизни. Сам домен причем. Печенье Орио. Да, печенье Орио. У нас был домен Орио РФ, и потом, когда в Россию пришла Wonderalist International, им понравился домен Орио РФ, и они... Они у меня его попросили. Я искал, куда вложить деньги, и вот эти все факторы сложились, и я решил как бы в свои накопления вложить биток. У меня там есть даже. 16 января где-то скриншоты 2016 года. Мы где первый раз сделали, скажем так, сделку. После этого тоже находился на работе. Один раз Евгений позвал, включил видео, на сцене выступал какой-то очень странный чувак. Просто очень странный. Мои мысли были. Я думал, ну, куда он меня позвал, и что я слушаю. Честно говоря, я еще до Виталика в тот момент не добрался. Но я послушал. Сначала, честно говоря, очень тяжело было что-то понять. Через где-то минут 5-10 я подумал, что если не такие люди меняют мир, то как бы кто? Вышел из кабинета, пошел, все битки почти поменял на эфир. С того момента начался полностью мой путь к крипте. Это вот фуллтайм я перешел. Через несколько месяцев я уволился из самого фонда именно венчурных инвестиций и перешел как бы фуллтайм в эту историю. Дальше было много чего. Сначала был фонд, потом был Децентр. Мы стали медиа развивать одни из первых. В 2017 году была самая большая медиа. И это тоже, опять же, был больше бизнес, созданный Евгением в рамках его как бы структуры. Но я там занимал очень интересную роль и много чего от этого тоже интересного узнал, получил. Там большинство партнеров. Для тех, кто не помнит времена Децентр, что такое Децентр? Децентр это просто первый канал, который начал в Телеграме. Вообще Женя первый сделал свой канал для личного бренда. Из него вышел как бы Децентр отделения про криптовалют. Мы начали там писать. Как раз, когда получились первые большие результаты, у меня как в фонде и крипта начала расти в март 2016 года, когда эфир там за месяц с 15 до 50 и дальше, и дальше, и дальше. Естественно, внимание со всех сторон. Ну и мы росли как бы на дрожжах. Первые несколько месяцев мы росли сами по себе. Потом, естественно, все было так хорошо. Отовсюду лились какие-то предложения, сделки, куча денег зарабатывалось. Мы как бы вкладывали кучу рекламу. Опять же, не моя заслуга. Честно говоря, надо отдать должное, но мы ставили рекорды по рекламе в Телеграме. То есть Сталин Гулаг, один биткоин, мы заплатили там в 2017 году. Биткоин стоил где-то миллион рублей. Больше миллиона. Далее, значит, медийной деятельностью я закончил, потому что появились благодаря ней очень много интересных партнеров, проектов. Я сосредоточился на том, чтобы как бы заниматься непосредственно реализацией. Пробовали маркетмейкингом заниматься. У нас было два клиента. Почему я так долго рассказываю? Это все привело к опционам. Но на паре 2018-2019 года встала крайне конкурентная ниша. В ней было очень тяжело мне дальше держать планку и, скажем так, соперничать с гигантами, потому что реально в 2018 году начали заходить все ребята, как Сэм начал там условно торговать из автоикса в 2017 году. Начали все вот эти большие трейдески что-то делать. И, честно говоря, мне опыта, знаний, где-то даже денег не хватало с ними как бы соперничать и выдавать на том же уровне условия в первую очередь. Поэтому мы это направление, конечно, не стали дальше развивать. Был один проект успешный, второй вообще, я даже сам сейчас не вспомню название, вообще ничего не получилось. И дальше вот от этого, скажем так, маркетмейкинга нас нанял владелец этого проекта Family Office его собственный, потому что мы управляли его портфелью. Вот, собственно, там в 2021 году мы плотно, когда были ближе к Хайям, его портфель показывал очень хорошие показатели, и мы стали искать любые шансы. Как сделать так, чтобы оставаться в рынке, не теряя дальше? Получилось? Получилось, но не сразу, потому что мы достаточно поздно начали это делать. Если на Хаях в ноябре 2021 года, поскольку это Family Office, это, считай, один клиент, все, мне больше никого нет. Там было порядка 20 миллионов до того момента, как мы нормально научились. Ну, еще и рынок благоволел. Трериалов Кэпитал разорились, Луна разорилась, ну, мы потеряли порядка 8 миллионов. Оставалось около 10, там 11. И мы начали, естественно, намного больше сил и денег вкладывать в это направление, начали нанимать более, скажем так, опытных специалистов, традиционного. Сам клиент подогнал несколько опытных игроков из банковской сферы, которые быстро там, грубо говоря, разложили нам некоторые стратегии, которые там используют обычные фонды там с акциями. Ну, а вот давай, это все привело к опционам. То есть для чего вы начали использовать? Для того, чтобы не терять деньги. Можешь привести пример своего первого опциона, который ты заключал? Когда вот эта ситуация с Луной произошла, это май, получается, 2022 года. Перед этим началась война, потом определенные события на американском рынке, инфляция. Все это вело к тому, что, ну, будет большое какое-то, если не снижение, то большое потрясение на рынке. В любом случае, для этого было слишком много факторов, и мы с марта 22-го начали закупать опционы. Первые попытки были неудачные, когда мы плотно начали покупать именно. Почему они были неудачные? Потому что там вышел Байден, сказал пару слов из свеча наверх, поскольку не знали еще сложной стратегии, не успели перестраховаться и допустили ошибки. После этого уже к маю мы вот это все изучили, более настроили правильно риск-профиль, и в мае уже было первый раз, когда нам конкретно опционы спасли полдепозита. Ну, потому что биток там в течение двух недель, ну, хорошо, не двух недель, месяц, с 40 тысяч дошел до 18, до 20. Скажем так, меморандум нашего фэмили-офиса, как бы не терять битки, как бы условно, базовый актив в виде криптовалюты. Мы не торгуем ничего, кроме битка и эфира, да? Но при этом, чтобы соблюдать некий паритет с долларовой части, чтобы, то есть, нивелировать любые падения, да? И когда вот это падение произошло, у нас просто, грубо говоря, осталось все то, как же количество битков и все то же количество денег, которое было. И вот это был первый раз, когда, ну, это был прям крутой результат. Всю пользу мы пустили на реинвестирование, там, как бы на укрепление структуры. И на самом деле, это не так сложно, когда один клиент. Я не буду сейчас делать из себя очень умного, там, какого-то математического. Вообще с математикой у меня большие проблемы, на самом деле, да, для моей сферы деятельности. Просто когда один клиент, это легко. Когда понятная задача, понятный риск-профиль в плане масштаба, конечно, и адаптации под какую-то собственную стратегию, здесь уже нужно все смотреть и досконально изучать. Простой пилюли нет. Для чего ты используешь опционы сегодня? Для сегодня, в первую очередь, если говорить как с точки зрения бизнеса, да, клиентского, я использую в первую очередь для хеджирования. То есть опционы это не инструмент зарабатывания каких-то процентов. Если сказать там со своего портфеля, да, где я, допустим, у меня есть какой-то риск, рисковая часть какая-то портфеля, там мы, конечно, используем и направленные сделки. И в целом сделки не только для хеджирования. А ты можешь привести какой-нибудь пример, именно привести какой-нибудь пример реального использования опционов за последние два месяца? Первый самый такой интересный пример это когда в июне, в начале июля первые большие движения по МТГоксу появились, мы закупали просто путы на там нижнюю часть как бы 50%. 99% ничего не понятно. Расскажи про движение по МТГоксу, что, соответственно, что это такое. И второе, что такое путы на 55%. Соответственно, все ожидали вот к началу лета то, что МТГокс, которые хакнули там 10 лет назад, всех первых криптонов, их начали вот только-только расфасовывать их, распределять их в биткоины, которые тогда были там украдены, сохранены там через процедуру банкротства, сейчас как бы их возвращают. Эта история была над рынком с 2016 года, реально. Я как пришел, я помню, что все говорили, вот сейчас они там разберутся, вернут, и ваш биткоин ничего не будет стоить. Это длилось как бы 8 лет, и, наконец, после локальных хаев там марта, мая, начала эта угроза намного сильнее нависать. Мы достаточно плотно следили за этим вопросом, естественно, там, такие инструменты, как ARKAM, позволяют, там это все легко, уведомление. И отслеживали там как бы малейшие движения. Стратегия была простая. Как только мы видим любое весомое движение, мы на ближайшие даты скупаем сетку опционов. Сетка опционов, это, грубо говоря, что мы открываем позиции на падение. В фьючерсах там шорт, грубо говоря. Только разница заключается в том, что мы платим за это определенную премию, и мы не рискуем, нас невозможно ликвидировать, мне невозможно забрать больше денег, чем если я вот заплатил те тысячи долларов за один опцион. Все, это все, что я могу потерять, если моя гипотеза, она неправильная. Это был первый, да, пример новостного трейдинга. Давай еще раз сделаем. А вот что такое опцион в данном случае? То есть вот в этот момент времени, когда ты открываешь опцион, что значит ты открываешь опцион? То есть как выглядит это? Да, это выглядит сделка очень просто. Конкретно цифры могу напутать? Нет, это я... Да, но я тебе пример приведу. Цена находится над 60 тысячами, да. Как бы у нас до 55, условно, у нас все хорошо, да. Но мы предполагаем... Что значит до 55 все хорошо? Допустим, у тебя точка входа 55. То есть, образно говоря, сейчас цена 60, и ты считаешь, что если цена снизится до 55... То мне уже по моему риск-профилю там в определенном... Мне это уже неприятно, я хочу заработать. Ну а технически это как? То есть ты платишь какую-то премию? Вот технически я захожу на биржу. У меня такое вот полотно. Посередине цифры. Так. Значение как бы стоимости биткоина там. 50, 51, 52, 53, 54, 55. И, собственно, я могу выбрать, как бы слева это колы, то есть на рост. Если я считаю, что актив будет базово расти, я покупаю там с этой колонки. Если я считаю, что будет падать, я беру с этой. Пут это непосредственно ставка на падение, простыми словами. Что я покупаю? Я покупаю контракт. Например, в данном случае мы покупали контракт на 55 тысяч. Что если цена биткоина будет ниже 55 тысяч, все, что будет ниже 55 тысяч... Отдастся вам по 55? Отдастся мне просто неважно. Будет там 55 тысяч, будет 30, будет 25 тысяч, понимаешь? То есть страйк цена 55 тысяч. То есть при 55 тысячах... Все, я выхожу в плюс, и он идет дальше, пока там падение не остановится. Цена пошла ниже на этой новости. Даже не на новости, на самом движении, как бы до новости даже не дошло, потому что первое движение по Японии прошло ночью. Поскольку я живу в Майами, мне это очень удобно. Девять вечера по Майами это где-то произошло. В принципе, кроме Азии, уже никто нигде не торговал. Еще наши там не проснулись, в Америке уже все отдыхали. Поэтому мы как бы просто застраховали несколько там позиций в течение следующей недели. То есть что цена будет ниже определенного показателя в течение следующей недели. А что происходит, если цена будет ниже определенного показателя? Есть определенное время, скажем так, в которое происходит сделка, экспирация. То есть это каждый день в 4 утра по нашему времени. По Майами. В этот момент все опционы, контракты рассчитываются. И по данной, в данный момент цене по индексу, то есть по всем биржам, индекс по битку, например, у них есть. У Деребита там свой, у кого-то еще свой. Происходит расчет. То есть если у меня контракт на 55 тысяч, а цена там в этот момент 53 тысячи, разницу 2 тысячи мне переводят как бы на счет. Остаток там, грубо говоря, получает обратно тот, кто продал мне свой опцион. Потому что он имеет определенную маржинальность, он как бы имеет ликвидность. Он не может просто так мне продать опцион, если у него нет чем расплатиться. Понимаешь? Это безрисковая сделка. Нету стороны, которая может мне не заплатить. Главное событие для русскоязычного крипторынка уже на носу. Блокчейн лайф. Я был на множестве мероприятий, но каким-то образом Сергею Хитрову удается сделать конференцию особенно уникальной. С точки зрения открытости людей. Кстати, у меня с Сергеем было уже несколько подкастов. Если вы их еще не видели, я настоятельно рекомендую это сделать. Там много ценной информации. По факту, это событие, которое проходит всего два раза в год и на котором собираются все топы русскоязычного крипторынка. Плюс приезжает множество нетостранных гостей со всего мира. И именно во время блокчейн лайф мы записываем максимальное количество подкастов. Студия уже забронирована, так что вы можете заполнять форму на подкаст с нашей командой. Кто был на блокчейн лайф весной, помнит, что мы там устроили. Это было шедеврально. В этот раз меня пригласили выступить на сцене, а мы с командой будем прямо в гуще событий. Это значит, что у нас будет значительно большие возможности пообщаться лично с каждым из вас. На что еще стоит обратить внимание? Это вип-билеты. Почему вип? Ну, потому что основной нетворкинг всегда происходит в вип-зоне за чашечкой чая или кофе и на автопати. Когда я рассказывал вам о мероприятии в прошлый раз, билеты стоили 799 баксов. Сейчас цена уже 1299. Ближе к мероприятию она вырастет до 2000. И самое интересное, что билеты, особенно вип, всегда кончаются в первую очередь. Если вы планируете поездку и еще не взяли билеты, я рекомендую вам прибыть на 1-2 дня пораньше. А Сергей придумал уникальную фишку. Полуторачасовой тур по площадке в день застройки. Мы обычно видим все в готовом виде на конференции, но на самом деле основная работа происходит за кадром. Это отличный шанс узнать секреты организации такого мероприятия и лично пообщаться с Сергеем в спокойной обстановке. И не забудьте, по промокоду хедлайнера вы получите скидку на билеты. Поэтому прямо сейчас поставьте видео на паузу, перейдите по ссылке в описании, можно напрямую на конфу или в наш телеграм-бот в встрече хедлайнеров и купите билеты. Давай, я даже помогу тебе поставить видео на паузу. Отлично, ты справился. Продолжаем просмотр подкаста. Давай еще раз. То есть сейчас цена 60. Да. Ты считаешь, что завтра в 4 утра она будет стоить 55 или ниже, так? Да. Ну, допустим. Что будет, если она будет стоить 55? Если она будет 55, ты ничего не заработал. Ты просто потерял. Ты заплатил премию. Премию, все. Тут ничего больше не может произойти. Либо два варианта. Либо ты потерял премию, либо ты заработал разницу. Либо ты потерял премию, либо если цена провалилась ниже 55, то ты заработал разницу между ценой и вот этой историей. Да. Но премия все равно уплачена. Премия в любом случае уплачена. А если ты продаешь опцион в данном случае? Ты можешь продать, да. Здесь отдельный вопрос. как бы ликвидности, да? Естественно, биткоин и эфир не имеют никаких проблем с ликвидностью на самом деле. Так. В любом случае, есть разница. Ты потеряешь от спота, например, если ты фиксируешь до даты экспирации, но небольшой процент. В альткоинах намного хуже. Там есть опцион на альткоины. Там, например, вообще иногда твой единственный шанс закрыть это синтетически, закрыть через фьючерс. В обратную сторону открыть сделку на фьючерсах и все, держать дельту, и ты тогда как бы, неважно тебе, что произойдет до... Даты экспирации. До даты экспирации, да. Собственно, если этого не делаешь, что по битку, ну, 5%, 7-10% в момент сильной волатильности и больше ты можешь потерять. Потому что в моменты сильной волатильности, вот, например, в тот день, конкретная, да, ситуация, когда биток ушел ниже 55, на какие-то 20-30 минут все риск-роботы у маркетмейкеров отключились. Да. Сработали, выключили систему, и никто не продавал и не покупал никакой опцион. То есть там было где-то 20 минут даже на биткоине, что единственная твоя возможность пойти продать фьюч и как бы захеджироваться там. Это тоже надо понимать. То есть действительно даже с опционного рынка в момент больших флеш-краш и профессиональные игроки просто уходят. Они не то, что уходят, включается... Риск-модель. Да, риск-модель. Она срочно вызывает там ответственного в данный момент времени менеджера, там, трейдера, который должен в доли секунд как бы принять дополнительное решение и перезапустить систему с новым профилем или сделать какие-то определенные действия. То есть волатильность дико возникает тогда, когда маркетмейкеры уходят с рынка? Они уходят вследствие там... Вследствие волатильности. Слишком большой волатильности. Слишком большой. То есть, ну, опять же, в тот день падение произошло в течение часа с 60 или с 59 тысяч до там 53. То есть это 10%. Сейчас уже для биткоина актива такого масштаба, это, ну, серьезно. Это любой риск-профиль срабатывает, он сразу как бы... У кого не срабатывает, у того в целом особо нету никаких супервозможностей там в плане трейдинга инвестиций. Это значит, что просто человек играет в угадайку. Так все-таки тебе что позволяет опционно повысить доходность или понизить риск? В первую очередь понизить риск. Во вторую очередь в отдельных случаях извлекать большую доходность по сравнению с другими инструментами при меньшем риске. То есть я, например, больше вот даже в направленном трейде я стараюсь фьючерсы не использовать. Я слил своей жизни на фьючерсах. Очень много денег. Сейчас просто прошла такая пелена всех событий, всех ликвидаций, которые видели эти глаза. И я поэтому стараюсь конкретно работать только там, где я могу ограничить свой риск. Потому что фьючерсы даже сейчас, когда мы используем, естественно, это либо хеджирование тоже опционами, либо просто какой-то супер лояльный риск-менеджмент в плане открытия позиций. Потому что раньше были большие проблемы. Были правильные гипотезы, но неправильно выбрана степень закредитованности, скажем так, то есть временной профиль. Поэтому сейчас с точки зрения извлечения прибыли, пример с тоном есть интересный. Вот буквально был месяц назад, ровно месяц назад мы заработали, и мы и интерн заработал, который потом все просрал. Ну, когда Дурова посадили, мы получили опять же, благодаря тому, что мы в Майами, в интересный момент времени, то есть был день, но с задержкой, где-то на 40 минут. Цена уже была 6,2 доллара. Как бы быстро пошаговая реконструкция, если говорить, позволила определить, что фьючерсы в данной ситуации точно не подходят, потому что ситуация нестандартная, может произойти что угодно, его могут отпустить, могут сразу вообще обвинить в каких-то самых ужасных вещах, и предугадать волатильность очень тяжело. Но в любом случае оценка масштаба влияния личности и персоны Дурова на сам токен заставила подумать о возможности заработать на этом. И оказалось, что из очень многих опционов именно на тон, альткоинов именно на тон опционы торгуются. До этого, если честно, мы этим не пользовались. Просто взяли локальные путы на следующие трое суток, как раз узнали то, что в течение трое суток в любом случае должно быть то или иное решение в продолжении истории, и взяли нападение. С точки зрения как раз риска-реворда это намного интереснее, потому что, пример, для того, чтобы мне открыть позу во фьючерсах, например, на миллион долларов, чтобы с нормальным риском мне нужно было хотя бы 100 тысяч положить. Правильно? Мы же не берем больше, чем 10 иксов маржу. Правильно? Мы же нормальные трейдеры. Поэтому для этого нужно было 100 тысяч. Ну и плюс из-за того, что слишком сильная волатильность могла быть свеча в любой момент, это могла быть очень быстрая ликвидация. Поэтому, а что с опционами? С опционами, они там, подразумеваемая волатильность была высокая, потому что уже маркетмейкеры закладывали, что будет расколбас, но это все равно, мы там покупали путы 5,8 доллара по 0,03 цента. Один контракт. Цена была около 6 долларов. В течение суток она дошла там до 5,3, и каждый контракт стоил 50 центов. Там почти 1300 процентов. Вот такая была сделка. Это не то, что каждый день происходит. Не каждый день сажает масштаба такой личности как бы человека, или не каждый день происходит как бы первое движение МТГОКСа. Вот так наш стажер и попался. По ошибке выжившего у него там сразу несколько положительных сделок, которые дали там первая сдала там 7, вторая вот 12 или 13, и все, человек просто потерялся и начал лудоманить. Ты сейчас также работаешь с фамилии офисом? Да, это как основной вид деятельности. И это, образно говоря, там фамилии офис, там бюджет, там 10-20 миллионов долларов. Сейчас это до 10. А какой вот риск на эти деньги заложен? В этом фонде есть конкретный номеран, который я тебе озвучил. Есть определенное количество крипты, там изначально, да, которое было, и был там определенный баланс в долларах. Вот наша задача соблюдать паритет, все, что больше, человек реинвестирует в какие-то свои другие. Доходности там нету никакой колоссальной. 10%, например, по прошлому году, там 10 или 15%, если не считать рост самого базового актива. Понимаешь? Условно, было там 100 битков, их не стало, там стало 110, 112. То есть, с точки зрения фонда, никаких сверхъестественных недоходностей здесь не будет. Не, окей, вот здесь мы с тобой говорим про целевые 10-15%, а риск как ограничен? Вот ты говоришь, соблюдать паритет. А когда вот, например, вы понимаете, что соблюдать паритет не получается, и вы начинаете терять деньги. Это же такая игра, что, например, соблюдение паритета требует постоянного нахождения. Постоянно, она круглосуточная. Поэтому здесь такая задача, как бы нам за это в конкретном данном случае и платит. И это интересно. Поэтому я все свои другие, как бы, дела в определенный момент оставил, потому что это интересная интеллектуальная работа, которая помогает мне самому увеличивать свой капитал, потому что я работаю. Там для себя же выводы не выкинешь, условно, ты же сам это всегда думаешь, есть там определенная команда, вы все равно в этом живете. Это в первую очередь интересная интеллектуальная задача. Она сложная, особенно с точки зрения ФОМО, знаешь, потому что есть большой капитал управления, есть постоянно на рынке разные возможности, которые там приносят десятки, сотни иксов. Такое бывает вообще. Например. Я условно говорю. Но все равно ФОМО, кажется, кто-то где-то, что-то там, оно всех все равно остается. Несмотря на то, что я там за 8 лет уже максимально психологически, как бы пройдя все этапы, я все равно на высоком уровне как бы самообладания, все равно это возникает несогласованность с собой, тем, где я занимаюсь, когда там мы делаем там условно 10-15% тут, когда можно. Но для этого есть как бы собственный портфель и собственные деньги, в которых ты можешь йоло в любой актив, в любой момент и спокойно как бы смотреть, как оно тает все или не тает. У тебя сейчас что с своим собственным портфелем? С собственным портфелем у меня ни одного Мэмкоина никогда. Ну, может быть, там, в 22-м году, в 25-м. Собственный портфель сугубо сейчас биток и эфир. И есть несколько активов, которые, может быть, в случае прям какого-то безумия я добавлю, но пока это просто два актива. А что ты ожидаешь вообще на горизонте выборов, скажем так? Какие у тебя ожидания от рынка? Мы, благодаря, опять же, вот этой всей деятельности многие не согласятся, особенно с крипторынком. Мы перешли к глубокому достаточно анализу и консультации именно по традиционным финансам, в том числе стараемся делать многие свои выводы и там гипотезы строить на том, что происходит извне криптомира, потому что, ну, на наш взгляд, это сейчас играет именно в самую большую роль. Если отвечать на твой вопрос, сейчас произошло снижение ставки, которое там все ждали, все говорили, и сейчас будет период адаптации, когда на самом деле экономика и рынок будет для себя делать выводы, насколько это было на самом деле экстренное и неположительное там снижение, или насколько это на самом деле все хорошо, и мы там сейчас все улетим в космос, и для этого нужно отслеживать как ближайшие показатели. 4 октября будет следующее по безработице. Я думаю, что до этого момента мы где-то здесь найдемся, в зависимости от этого показателя. Я ожидаю, что будет локальное снижение в октябре, в начале, и дальше к выборам рост. Что будет после выборов, большой вопрос, потому что сразу после выборов еще одно заседание ФРС, в зависимости от того, кто выиграет, как выиграет, какие за это время еще придут показатели, и что там на следующий день выйдет и скажет великий и не очень. Джером Пауэлл как бы уже дальнейшую конъюнктуру задаст для нашего движения. А на свой взгляд опционы для ритейла вообще подходят или нет? Почему об этом? А это не набирает, никак не наберет популярность. Это очень легко, я тебе очень легко на этот вопрос отвечу. Это в первую очередь потому, что опционы намного сложнее. Если упрощать опционы, то они превращаются в бинарную лабуду, которая, соответственно, мошенничество, скам, и там десятки лет наш рынок СНГшный страдал от этого. Страдает иногда до сих пор, да? То есть я в Ютубе иногда смотрю, как я вижу, там до сих пор кто-то прям пихает эти бинарные опционы, которые заведомо никогда никого не приводят в плюс. Поэтому, когда гении крипторынка, такие как там Trio Capital, как Binance, и, видимо, все это адаптировали, для них не было такого интереса продвигать именно опционы, понимаешь? Опционы свою силу даже на крипторынке получили после 2018 года только благодаря Deribit и благодаря тому, что более-менее такие серьезные большие дяди начали срочно искать способ, где хеджироваться, и тут такой появился Deribit, и до сих пор торгуют. То есть я так понимаю, что Deribit это чисто для больших дядек платформа? Нет, ритейл там на самом деле 50 на 50 по торгам, ритейл. Ну, в какие-то дни там чуть меньше, чуть больше. У них на самом деле два направления работы, да? Это есть обычный ритейл, то, что условно торгуется через стакан, грубо говоря, через обычный интерфейс. Второе, это то, что блочные сделки, которые совершаются уже OTC между маркетмейкерами, фондами, и там тоже ритейл тоже там может быть. Я вот, например, через их партнера Paragime зарегистрирован там, как благодаря фонду, да? Я там зарегистрирован. Там только большой объем, то есть от 20 битков минимально или от 250 эфиров. И ты как бы выставляешь заявку, и тебе любой из топовых маркетмейкеров как бы наливает. Самое интересное, то есть чем вот могу поделиться интересным, 30% объема всего биткоин опционов на дирибите, если я не ошибаюсь, может быть, даже на всех биткоинях, вот делает одна вот эта компания Paragime, которая просто, грубо говоря, предоставляет надстройку над дирибитом в виде платформы, в виде интерфейса и в виде там своих наработанных связей с маркетмейкерами, как бы с фондами. Там 783 человека, 783, скажем так, институции делают вот 30% всего объема. В общем, это на самом деле я понял, что это рынок, на котором надо разбираться и разбираться. Друзья, напишите свои вопросы вообще по опционам в комментариях, потому что материал, вот я чувствую, что просто он даже мне заходит тяжело, я думаю, что здесь люди разделились на тех, кто вообще ничего не поняли, на профессионалы рынка, которые скажут, что за детские вопросы ты задаешь, это нормально. Напишите свои действительно вопросы в комментариях, и мы сделаем с Эмилием еще один подкаст, где именно прям или прямой эфир, например, где прям пройдемся по вопросам и разберем с тобой вот эти вот нюансы именно в плане построения опционов. Мне было бы интересно углубиться именно даже в разрезе, как маркетмейкеры вот эти делают опционы, ну то есть, как они их собственно создают, потому что даже ты покупай у кого-то опцион, тебе кто-то наливает, и получается, что в разрезе опционов это же тоже двойная игра, что у тебя есть свои риски, а у них есть свои риски. Они же тоже не дураки тебе как бы продавать опцион, если их аналитика тоже говорит, что типа, например, рынок пойдет туда. Понятно, что есть дельта нейтральные стратегии, но если в целом люди видят, что рынок, например, ожидается флэш-краш, скорее всего, предложение этих опционов на рынке тоже уменьшается. Да, но ты никогда не знаешь, какая у них там общая стратегия и как конкретно там данная продажа тебе вложится в их общий риск профиль и как бы может быть у них там все переходжировано 10 раз, и они ничего не теряют. Они зарабатывают мини-копеечку, но они никогда ничего не потеряют, понимаешь? То есть даже ты, как фэмили-офис, ты пытаешься я к этому стремлюсь. А те игроки, которые тебе продают эти опционы, они вообще всегда дельта-нейтральные и всегда берут комиссию. Я думаю, что тот маркет, ну смотри, есть игроки разные, есть маркетмейкеры, они, я думаю, точно. Условно ритейл и большие фонды, которые сами по себе торгуют, ну там разные тоже лудоманы и дебилы есть, если честно. Триэро Кэпитал тоже были гении, которые там миллиарды зарабатывали и достаточно долго зарабатывали и много сделали для нашего рынка, за что им большое спасибо. Но в итоге у них это было на самом деле все построено на лудомании и желании, не знаю, завоевать весь мир какими-то несбыточными мечтами и прогнозами. Поэтому да, самое главное, если подытожить, опцион для ритейла интересен тем, что там меньше риска, там можно делать сложные вещи, если ты не просто на правильно торгуешь. Но там есть свои минусы, потому что если ты не разбираешься, как тупо просто лезешь, как многие делают это со фьючерсами, там уже на протяжении 10 лет, ходят от одной випки в другую там, и потом всех ругают, а просто вместо того, чтобы на самом деле сами подумать, кто тебе виноват, что ты там лезешь по каким-то сигналам. Вместо того, чтобы подумать, выстроить свою стратегию, там свой риск, как бы если кто-то такой придет в опционы, он сольет еще быстрее, чем в фьючерсах. Это гарантированно. Но удовольствие будет больше. Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Ты вошел в 20% людей, которые досматривают подкасты до конца. И поэтому я особенно рад знакомству с тобой. Потому что, скорее всего, ты разделяешь мой подход и мою цель. Разбогатеть не быстро, а разбогатеть навсегда. Давай делать это вместе. В описании ты найдешь множество полезных ссылок на мой телеграм-канал, на под встречи хедлайнеров, чтобы быть в курсе всех наших мероприятий, на наш премиальный криптоклуб хедлайнер, на сообщество трейдеров, ссылку на ренте АЕ, крупнейший сервис по аренде авто в Дубае. Будешь в Дубае, обязательно возьми у них машину. А также форму для заявки на участие в подкасте и покупку рекламы. Давай двигаться вместе. Обнял. На связи. Субтитры создавал DimaTorzok